А я теперь вам о зерновой сделке. Вы знаете, мало что так волновало в последние месяцы, наверное, Европу и Турцию как зерновая сделка. И проблемой была Российская Федерация. Но, во всяком случае, поначалу казалось, что это проблема. Потому что Российская Федерация, ввиду того, что заявила о том, что зерновая сделка использовалась для атак на Российскую Федерацию, и ввиду ряда других причин, в частности того, что российское зерно так и никуда не пошло в соответствии с этой зерновой сделкой, и российские удобрения никуда не пошли. Короче, Россия, ну типа, артачилась. И должно было случиться 19-го, или продление, или не продление, а уже до 19-го ответственные лица, причем сначала не российские, начали говорить о том, что сделка будет продлена на 4 месяца. 11 ноября с российской делегацией встречались представители ООН. Основное, что не устраивает Российскую Федерацию, невыполнение договоренностей по экспорту ее сельскохозяйственной продукции и удобрений, включая аммиак. А это прописано в сделке. Вот я сегодня общался в частном канале с людьми, и понимаю, что многие люди просто этого не слышат. Не слышат, потому что заявления Лаврова следуют, но по телевизору на этом не делают акцента. Фишка в том, что зерновая сделка, там есть часть, посвященная российским удобрениям и российскому зерну. Так вот, эта часть невыполнена, Россию кинули. Ну, не Россию, а российских представителей прокинули на эту тему. Поэтому Россия говорила, давайте разблокируйте, пожалуйста, наше удобрение и наше зерно. Ну, смотрите, мы же тут, мы разрешаем зерновую сделку, пусть из Украины вывозят, но наше же тоже надо вывозить, на мировой рынок доступ иметь. Ну, что ж такое-то, а? Официально российская делегация колебалась. Они не знали, разрешат они эту зерновую сделку или не разрешат. Потому что номинально нужно было, как бы, ну, разрешение Российской Федерации, чтобы она тоже согласилась на эту зерновую сделку. Я просто очень подробно объясняю, чтобы вы понимали. А российская делегация сказала, что они будут учитывать атаки Киева на Крымский мост, на Севастополь и так далее. При этом было очевидно, что российские делегации все-таки что-то пообещали. Именно отсюда последовали заявления об осторожном оптимизме и со стороны ООН, и со стороны Турецкой. Появились сливы о том, что, мол, российской делегации пообещали экспорт аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Трубопровод, по которому перед вторжением транспортировалось около 2,3 миллионов тонн аммиака, может принести Москве дополнительные 2,4 миллиарда долларов экспортной выручки. В то время, когда западные санкции ограничивают ее возможности продавать собственное зерно и удобрения. А это уже прямая выгода. Война войной, но 3,4 миллиарда на дороге не валяются. Я бы даже понял, возможно, может быть, не понял бы какой-то, ну, знаете, такой заскорузлый российский ура-патриот. Но остальные люди-то понимают, 3,4 миллиарда, ну и хрен с ним, как говорится, можно заработать. И вот 17 число. Сделка продлевается на 120 дней до 19 марта 2023 года. Гутерриш всех благодарит, всех благодарит Эраджеп Тейп Эрдоган, который является уже как вроде крестным папой всех этих сделок, заключаемых между Украиной и Россией и сбоку ООН. И вот, все-всех поздравляют, министр инфраструктуры Украины раскрывает детали этой сделки. В ближайшие перспективы мир не может заменить украинскую агропродукцию. Нынешний объем экспорта недостаточный. Партнеров просят продлить соглашение минимум на год и подключить порт Николаев. Зеленский на саммите Большой двадцатки предлагал также подключить Ольвию в Николаевской области. То есть такие Николаевские порты. О чем и заявляла изначально Турция, потому что это интерес Турции. Мы не будем разбираться в чем глубинный интерес Турции, помимо медийного интереса, потому что Эрдоган сейчас выглядит опять-таки кормчим. Это я тут все решаю. Это я разблокирую. Смотрите, мы подключаем Николаев. Для чего на самом деле нужен порт в Николаеве, мы не знаем. Что помимо зерна будет вывозиться, да нам неведомо. Что помимо пустых трюмов будет завозиться, тоже не знаем. В свое время завезли, как утверждал Путин, не завезли взрывчатку. В свое время с этих барж взлетали какие-то беспилотники. Опять-таки по заявлению российской стороны. И атаковали Севастополь. Поэтому нам сие неведомо. Зеленский еще и прорекламировал программу Grain from Ukraine. И вот уже Балкер с 27 тысячами тонн отправляется в Эфиопию из порта Одесса. Теперь уже и Зеленский выглядит немножко кормчим. Потому что он не бесплатно отправляет это зерно в Эфиопию, а за него заплатит группа, которая будет в этой группе. Ну, тут скорее всего Германия. За зерно для Эфиопии платит супер богатая Германия, которая скоро перестанет быть супер богатой. Что получила Россия? Ну, возможно, когда-нибудь будет разблокирован экспорт аммиака. Потому что они все-таки решили его не разблокировать. По всей видимости, обещание таки было. Но его не сдержали. Зеленский уже озвучил предложение увязать разблокировку аммиака провода с освобождением пленных по формуле всех на всех. Это представителям РФ уже не понравилось. Но, знаете как, может чуть позже понравится. Кто его знает. Дело в том, что, помимо этого, Зеленский у него уже аппетиты разошлись. Он требует еще и передачи всех интернированных. А это включает даже тех, кто могут подпасть под серьезные уголовные статьи в Украине. Вы же помните Вагнеровца, которая передала Украина. Вот это вот будет что-то типа того же, только передавать будет Россия Украине. Представляете? В российском Минфине говорили, что готовы продлить сделку в случае, если будут контролировать, чтобы зерно шло в нуждающиеся страны. Но тут даже непонятно, разрешат ли, вы хочу, чтобы вы вдумались, разрешат ли Российской Федерации отправлять свое зерно в третьи страны, которые не могут заплатить. То, что говорил Путин, но еще мы не знаем, разрешат или не разрешат, бесплатно отправлять зерно в развивающиеся страны. Однако не думайте, что российская власть в чистом виде вот здесь вот какой-то проигрыш, что в очередной раз обманули и так далее. Нет, нет, вы ошибаетесь. Российский МИД опубликовал нечто победное. Якобы начали предприниматься меры по разблокировке 300 тысяч тонн удобрений, которые будут переданы бесплатно нуждающимся странам. Отдельным пунктом указано, что пролонгация сделки будет происходить автоматически, если не будет никаких возражений сторон. С российской стороны возражений никаких не было. Конечно, отдельным вопросом встает, будет ли использоваться зерновой коридор для доставки в Украину оружия, к примеру, потому что это удобнее всего, для вывоза чего-то или кого-то другого из Украины, для доставки дронов, для доставки взрывчатки, для подрыва Керченского моста. Но здесь, по всей видимости, ограничились письменными договоренностями, которые так никто и не увидел. Письменными гарантиями от Киева. Помните, да такое было. Могли ли власти Российской Федерации заявить свое решительное «нет» продолжение этой сделки, ввиду того, что она просто невыгодна для Российской Федерации, еще и опасна для Российской Федерации, ввиду того, что, я повторю, ФСБ и Путин заявляли о том, что она используется для атак на Россию, для террористических актов, для атак. Могли ли они заявить об этом? Нет, решительно нет. Нет, не могли. Почему? Потому что тогда бы пришлось иметь дело с Турцией. А Турция – это сильное государство, имеющее мощный флот, и лучше Турцию не злить.